Рассуждая по-человечески Очень странный вопрос, если человек знает слово церковь, но почему-то не знает слово священное писание Ведь священное писание ни слова не говорит ни о добрых, ни о злых Она не говорит о том, что есть люди добрые совершенно, а есть люди злые совершенно Есть злые существа, их называют бес, а злых, совершенно злых людей в мире нет Как нет ни одного в мире, не существует человека совершенно доброго И священное писание, как и церковь, об этом и говорит Она говорит совершенно ясно, например, слова и службы Несть человек, и же жив будет, и не согрешит Ты бы един, токма, без греха Говоря о том, что любой человек грешник Первое послание апостола Иоанна Богослова говорит совершенно ясно Если ты прожил день и не знаешь своего греха То и говоришь о том, что у тебя нет грехов То ты отрекся от Христа Потому что Христос пришел в мир грешников спасти Но ведь именно нужно знать священное писание, которое вообще не подразделяет людей на добрых и злых Она говорит во многочисленном свидетельстве от книги бытия до апокалипсиса Все в мире люди плохие Все грешники, все до единого грешники И потому ни один человек войти в рай не может Но первым в рай входит разбойник Заведомо человек плохой Человек, сделающий много плохих, злых дел Как же можно так, ну как бы сказать Не взнать или не понимать свидетельства священного писания Все, скажем, просто знакомство с Евангелием в рамках детской Библии Говорит уже о том, что Христос каким-то парадоксальным образом имел особую любовь к плохим людям К блудницам, говоря современным языковым проституткам К бандитам, к ворам Причем к ворам в законе К тем людям, которые били, обижали, унижали Которые грабили, воровали Которые были людьми как раз всеми почитаемых за плохих людей И вот именно с этими плохими людьми и возился Христос Всячески показывая, что Он принес им спасение И их спасение не в том, что вот вы сейчас поговорили со мной, послушали меня С завтрашнего дня становитесь хорошими и больше ничего плохого не делайте Не в этом смысл Смысл всей жизни человечества Смысл всего написанного в Священном Писании в том, что человек плохой по определению И даже если ребенок прожил один день на земле Даже он плохой Хотя по объективным причинам согрешить он не может Но он плохой не потому, что он делает плохие поступки А потому, что он плохой по своему статусу Он человек Он родился от Адама Он родился во грехах Он родился в зле Он родился в этом мире Он запачкан злом Он весь измазан, еще прожив только один день А он весь уже вымазан в этом зле И это зло просто не смогло, не успело еще в нем проявиться Но вот ему уже годик полтора или два И это злые наклонности уже проявляются в нем Не только злые Есть и добрый, потому что он добрый Создан по образу и подобию Божьей Но это зло уже мажет и его самого Разрушает его самого И отравляет жизнь людям, которые есть в его жизни Больше или меньше Это характеристика жизни Так вот, от этого смертного, измазанного в зле бытия И пришел спасти нас Христос Он вводит в рай не тех, которые стали хорошими или добрыми Он вводит в рай тех, которые поверили, что Христос пришел в мир грешников спасти Просто поверили И поэтому никакого промежуточного состояния просто нет Как нет промежуточного состояния между беременностью и небеременностью Между жизнью и смертью Если человек лежит под каким-нибудь там в искусственной или не в искусственной коме И фактически никак не реагирует на внешние раздражители Но мы его считаем живым Мы не считаем его мертвым и не хороним его Хотя никаких признаков жизни в нем нет Казалось бы, внешних проявлений жизни И тем не менее он живой И люди, любящие его, молятся за его жизнь Верят в его жизнь И жаждут того, чтобы он в конце концов ожил И есть много примеров тому, как люди из этого состояния комы выходили, оживали И долгое или короткое время начинали взаимодействовать Потому что они живые Между жизнью и смертью Нет промежуточного состояния Между плохим и хорошим Почти бесконечная палитра Между, скажем, совершенством Бога И злостью сатаны Очень много градаций Но это все не имеет никакого значения Бог меряет людей не по степени их доброты Не по степени их светлости Он меряет их только по жизни или смерти Если в человеке есть 1% жизни Он считается живой Хотя 99% в нем смерти А раз он есть в нем процент 1 жизни Он живой и войдет в вечную жизнь Чего бы там другого он ни дел Если в человеке нет жизни нисколько Даже 1%, даже 0,5%, даже 0,01% Нету жизни вообще То этот человек мертвый Его оживить нельзя Вот Христос принес жизнь людям Чтобы люди ожили и жили И жили вечно Потому что оживление происходит Именно через то, что они принимают Иисуса Христа И вмещают его в собственное естество В собственное бытие Это в основном происходит в таинстве крещения Но не только там Вот это обновление жизни Например, скажем, Корнилий сотник Принял это причастие жизни До того даже, как крестился И вот это вот причастие жизни Причастие Богу, который есть жизнь Оно и спасает человека Кто причастен Богу, тот спасется Кто не причастен Богу Тот не спасается Не потому, что Бог его судит А потому, что он не принял жизнь Чтобы жить И все священное писание От первых глав книги «Бытия» До апокалипсиса Говорит именно об этом Не о хорошести и плохости Я понимаю, что большинство людей Именно так понимает мироздание Что хорошие спасаются, плохие гибнут Нет ни хороших, ни плохих Все плохие Нет хороших ни одного Но люди спасаются Потому, что они приняли в себя Прививку жизни И потому будут жить вечно Надо просто уверовать во Христа И эта вера во Христа И избавляет меня от смерти В этом весь строй Весь пафос Все содержание Благой вести Которую принес Христос Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!